Вот самое интересное, во! На месяц, да, капитана сборной. За то, что чувак дочил у себя в номере в отеле, там, насколько я знаю. Как написал Сергей Шнуров, я сейчас прочитала, по-моему, недословно, но... Бросите в меня камень, кто не дочил. Блядь, а кто, ёпта, дрочит, сука, снимая себя на видео, пуская слюни и, блядь, очко свое показывая на камеру? Типа, блядь, если бы... Сука, вот ещё раз, вы понимаете, что меня бесит просто, блядь, вот вымораживает, чуваки? Все, блядь, говорят о дрочке Дзюбы так, как будто бы он теребонил в туалете, просто обычно теребонил и всё. И кто-то другой его так заснял, такой хы-хы, дрочит, типа, блядь. То есть вот все говорят об этом, вот, блядь, он сам себя заснял, пуская слюни... Блядь, в этом весь смех и весь пиздец. Никто, блядь, ну не никто, то есть, блядь, мало кто, нахуй, дрочит, пуская слюни... Снимая себя на камеру и, блядь, снимая свое очко. И мне это смешно, и я над этим буду рофлить, и идите все нахуй, блядь. Пиздоболы, лицемеры и проплаченные хуесосы, которые, блядь, рассказывают, что... Ой, ничего же не было, ебать, нихуя себе. И останется он не повинен. Я просто это вообще не понимаю, почему это не работает у нас в другую сторону, да? В чём он повинен? Да ни в чём он не повинен, никто, блядь, против него ничего не имеет. И вообще, верните его в сборную, блядь, Сербии 5-0 проебали. Типа, дрочил дзюба, дрочилами оказались все остальные. Вообще, типа, никаких проблем. Просто дайте, блядь, покекать спокойно мне, блядь, над этой хуйней. На вот эту ситуацию очень много, я видела, постов поддержки. Да. И под ними... Рофлю у себя на кухне. Вот я и есть у себя на кухне, ебта, блядь. Почему-то очень много... Я, нахуй, себя, блядь, на стриме, Рофлю. Негатива, то есть, если какие-то публичные личности поддерживают, там, у Лободы я видела пост, у Альцы... У Минаева я сегодня видел пост. Да, и там... Лучше бы, бля, поддержали, ебта, бля, пальцами. Просто, не, я понимаю, что, типа, это, там, повод пошутить и так далее, но там не шутки, там прям негативные, типа, да. Ну, блядь, кто негативные, вот те, до тех и доёбываетесь. Отмените нахуй, я кекаю. Ну, вообще не... Нет, грех, как-нибудь таки доводы. Это какая-то, знаешь, вот... Нет, ну, типа, знаешь, там, ой, теперь эта Шаболда будет поддерживать, давайте всех шлюк тут поддерживать, там, типа, какие-то... Очень негативные, вообще, в принципе, даже не связаны с этой ситуацией. В комментариях очень много негатива, наверное, это показывает какой-то... Притом, что, на мой взгляд, чел вообще невиновен. Это было у него в его телефоне в личном пользовании, правильно? Одно дело бы, если бы, знаешь, да, он реально вышел там на футболь во время матча прям посреди поля и начал бы дрочить, орать, вот, смотрите, я дрочу. Или мы все понимаем, кто, типа, специально сливает какие-то такие темы, чтобы просто похайпить, а в его случае это очевидно, что это не случайность, которая и так он, наверное, не лучшим образом себя чувствует в... Да все равно смешно. ...в этой ситуации еще добивать какими-то такими комментами. Это вот этот victim blaming знаменитый, просто, типа, сам виноват. А в чем он сам виноват? Ну, типа, я тоже, я не считаю, что это... Да кто говорит, что он виноват в чем-то, блядь? Кто, я не понимаю, кто его хуесосит? Или кто его что-то, блядь, делает? Просто, блядь, ну это же смешно, сука! ...правильно осуждать человека за то, что было в его... Кто его, блядь, осуждает? Вот кто осуждает, до тех и доебитесь. Я, блядь, здесь при чем? ...по телефоне, и он на его личную жизнь. У него был, его слили, блядь, личную жизнь. Ёпта, где вы были, блядь, суки поганые, когда сливали всех, блядь, стримерш, которые хоть когда-либо были слиты? Где вы, блядь, были, когда, не знаю, там, аляшу какую-нибудь сливали, хуяшу там, блядь, эту... ...ГТФОБАЕ, хуй знает, блядь, еще каких-то вобещек, какие-то, блядь, нюцы там... Где вы, блядь, все... А вот, блядь, Зюба, ёпта, потеребонила, мы тут, блядь, идите все нахуй, вы пидорасы, я вам срал в рот, я вас презираю. Сам не публиковал никуда и не писал ничего об этом. Многие комментаторы, типа, в их жизни это не случилось, просто потому что они, нахуй, никому не нужны, и хайклауды не взламываются. Я думаю, что если бы, ну... То есть я не думаю, что они... Да взломай, чё, ёпта, блядь. Я, как говорится, в песне, пародии на Кис-Кисличко абсолютно всё, блядь, высказал про свой хуй, типа, его уже видала твоя мать, и чё, ебать. Пускай увидятся все друзья, мне похуй, бля. Сидят, не дрочат и пишут такие комменты. Да, блядь, до половины вот этих комментаторов по-любому... Я прямо сейчас хуй достал, типа, если бы не Ютьюб. Отправляли свои дикпики подругам там своим, и ещё может какую-нибудь жесть похлещ? Блядь, дикпики, да. Пускать слюни и снимать свою жопу, нет. Ну и чё, вот таким же, блядь, образом, просто прикинь, вот, просто, ну, людям нужно ставить себя в таких ситуациях на место человека, и представить, допустим, вот ты там отправил своей подруге дикпик, с которой ты встречаешься, вы с ней посрались. Ну и мой дикпик по всему интернету. Охуенно, заебись. И чё? Ну, то есть, предположим, окей, я, блядь, у меня супер-репутация, я там капитан, блядь, сборной, хуй знает кто. То есть, в моей-то ситуации вообще охуенно. Мой хуй по всему интернету. Я становлюсь популярнее, до меня доёбываются всякие дебилы в чате, мне там больше донатят. Заебись, отлично. Просто прикол в том, что если я выложу свой дикпик, с этого покекают полтора моих, блядь, коллеги друга, и всё, смысла никакого. Дубля, у меня в Моисея Великанове, типа, до сих пор висят фотки, типа, там, с голой жопой. Я в клипе микрофон себе в очко пихал, ебать. Типа, у меня на какой-то из фоток, короче, по которой рисунки чуваки делают, чуть ли, блядь, не яйцо, блядь, торчит и так далее. Я, блядь, со сцен рок-клуба в жопу показывал. Я, блядь, в клипе вытер жопу сигной какой-то группы, и там, типа, была, ну, просто листа 4 и моё говно, блядь, типа, прям на нём. Я выступал в трусах, блядь, на сцене, типа, на сцену запрыгивал чувак с голым хуем и прыгал с этой сценой, блядь, типа, весь разрисованный маркером. Блядь, я подписан на паблик, типа, там, какие-то китайгородские уже не... про шмандовки китайгорода, короче, блядь, да? И там хуи, сиськи, пизды, яйца, блядь, ёбля, блядь, вот это что вообще такое, ебать? Вот чуваки, какой-то, какой-то, блядь, чувак в серёжках, как будто, вот, с накрашенными губами, ебёт какую-то... Ну-ка, подписывайтесь там, если это сольют, подписывайтесь там в Инстаграм. Вот тёлка, короче, блядь, в нижнем белье на улице на КГ просто, блядь, стоит и фоткается. Именно не в купальнике, в нижнем белье. Блядь, да вот чувак с голым хуем на улице стоит. Подпишитесь, ебать, про шмандовки китайгорода, чуваки, подписывайтесь. И, блядь, вот яйца, блядь, чьи-то. Вообще, ну, то есть, блядь, это ж смешно, ебать. Так вот, если бы я был, ебать, популярный, ну, типа, там, сборная, хуёрная, не знаю, там, ещё кто-то, понятно, что это, блядь, не то же самое, потому что это плюсов мало, как говорится, больше минусов. Вот, и, типа, травли, хуявля, вот это, блядь, всё бесит. Но, лицемерный пиздёж, вот этот вот, идите вы в пизду нахуй. То есть, либо говорите, блядь, чуваки, чё, ну, блядь, ну, типа, подрачил чувак как-то странно, ну, блядь, видос, ну, снял себя, типа, ну, все мы творим странную хуйню, типа, то есть, там, покекать ладно, но чё вы его троллите. То есть, доебаться до тех, кто троллит. Но, сука, эти, блядь, хуи доёбываются до всех, кто на эту тему рофлит. И вот идите нахуй, буду, блядь, рофлить, типа, над чем мне ещё, блядь, смеяться в этой жизни, кроме как над тем, что Дзюба не просто, блядь, сука, не просто подрачил, а охуенно смешно подрачил. Если, блядь, есть что-то более смешное, нахуй, в этой жизни, то, блядь, донатьте, показывайте. Она потом фотку хуя всем твоим друзьям отправила или что-нибудь такое. Просто, наверное, блядь, все, вот, может, я один, типа, не ёбнутый, я просто, ну, ну, дрочу и дрочу, ну, может, корчу смешные рожи какие-то, может, кривляюсь как-то, может, блядь, вот так делаю, типа. А там, нахуй, блядь, типа, они все, блядь, вы чё, все ж, типа, слюни пускаете и дрочите, и снимаете себе на видео, блядь, ну вы ебанутые тогда, ебать. Ну и чё, ну, типа, и кто здесь, ну, типа, кто здесь, долбоёб? А не надо для меня даёбнуться. Я сейчас почему-то вспомнила ситуацию, что в школе тоже было, ну, наверное, у многих бывали такие темы, что у кого-то одноклассницы или кто-то того, ну, сливали. Не отстранять же? Конечно, не отстранять, я не ебу, чё они. Может быть, просто, чтобы, типа, время прошло, чтобы, блядь, народ, типа, поуспокоился с этой хуйнёй, со всей. То есть, чтобы, ну, это, типа, сделано не в наказание от Зюби, а, блядь, чтобы, да хуй знает, блядь, ну, типа, это нормально. У нас была девчонка, которая... Конечно, только мои самые правильные, да, да, да. С кем-то не встречалась, и чувак, естественно, разослал. Да, это правда. Ну, это всегда неприятная ситуация, и... Ну, так мудаком должен быть этот чувак. Я, как это называется, тоталитарный анальный хуй, вот. Да, да, но вот в этом, да, и в школе это не работало, то есть все такие, ага, шлюха. Вообще не понимаю. Да. И вот ты сейчас сказала... Чё там, блядь, там про шлюх, ну, чё? Ну, и чё, ну, типа, и кто здесь, ну, типа, кто здесь, долбоёб? Ну, слушай, я сейчас почему-то... Други дикпик, с которой ты встречаешься, вы с ней посрались, а она потом фотку хуя всем твоим друзьям отправила, или чё-то такое. Ну, и чё, ну, типа, и кто здесь, ну, типа, кто здесь, долбоёб? Ну, слушай, я сейчас почему-то вспомнила ситуацию, что в школе... Бля, чё-то ни разу такого не было. Ни я никому не отправлял, ни мне, ни мои дикпики, бабища. Ну, надеюсь, по крайней мере, может, я чё-то не знаю. Чё тоже было, ну, наверное... Вообще, нахуя отправлять дикпик, типа, то есть, ну... Понятно, в 15 лет я этого не выкупал, но я дико сомневаюсь, что бабища прям, вот, знаешь, приятно разглядывать, там, хуй твой или типа того. У многих бывали такие темы... Какой ебать флексейр? Нихуя, это, иди себе в пизду. Всё за донат, блядь, все видосы за донат. Что у кого-то одноклассница или кто-то того, ну, сливали. Вот, у нас была девчонка, у которой слили фотки, типа, она с кем-то там встречалась, и чувак, естественно, разослал. Но это всегда не... Ну, чувак, пидор, базару ноль, хуило, блядь. Приятная ситуация, и... Ну, так мудаком должен быть этот чувак. Да, да, но... Ну, да, да, мудак он. Ну, блядь, в глазах хуесосов, а большинство людей хуесосы, типа, они там будут рофлить над тёлкой, типа, окей. Ну, блядь, в данном конкретном случае. В глазах нормальных людей, в мнении которых ебёт, хуесос чувак, что разослал. Ну, тут-то, блядь, типа. Вот в этом, да, и в школе это не работало, то есть все такие, ага, шлюха. Вообще не понимаю. Да. И вот ты сейчас сказала про посты в поддержку, это круто. Я сегодня как раз с Максимом про это тоже говорили, я говорю, что когда у Криса Эйванса он сам выложил... Ха, шлюха, она, может, про себя рассказала. Дикпик свой, там, типа, ну, случайно, да, там скринкаст у него экрана был, он листал ленту, и там в аниме было видно, что там, типа, в маленьком кадре его пиписька. Ну, вот. Какая была общая реакция общественности? Там, там, типа, начали трендить в Твиттере этот хэштег, что, типа, давайте не будем распространять этот дикпик, чтобы, типа, чуваку не было неловко, я думаю, он и так, типа, он сам отшутился как-то там. Ну, да, 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 да. Мне очень понравилось у Айзы пост, не видели? С пиздой? Нет. Нет, она выложила к себе мемчик, не видели? Не-не-не, найди, пожалуйста, этот мемчик. А когда, сегодня? Ну, да, сегодня или вчера. Так, ну... Мои фотки в школьное время по всем летали. Так, ну-ка, ну-ка. А до меня долетят? Ну, короче, очень иронично. Очень иронично. С учетом того, что она случайно там тоже выложила. Да, у нее тоже... Че интрига? Че Айза там? Отседавно, если кто не знает, она выложила случайно в сторис. А, она там пизду свою выложила, по-моему, да. Вместе, да. Так. Добро пожаловать в клуб. Ну, а потом взяла и зарофлила нормально. Вон там что-то вывели. Сука, ну вы охуели так делать? Считаю отстранен Дзюба от игр самым неоправданным решением, принятым Черчесу. Не нарушил ни одного закона. Не выложил видео сам. Популярные люди не защищены. Верните Дзюбу в игру. Ну, хуё моё, пиздо, и так далее. Понятно. Ничего интересного. А, и вот как раз. Да чё, блядь, я не понимаю, чё все это, блядь, распереживались, сука? Отстранили и отстранили, блядь. Три игры не поиграет, блядь. Подрочат ещё, полежит. Чё, блядь, все парятся? Ну, это самое решение, не принято чертёсово. Нормальное решение, блядь. Народ сейчас поуспокоится, блядь, поугарает. Через три игры всем станет поебать. Будет опять бегать. Чё, блядь, чем Дзюбе хуже от этого? Минус, блядь, типа, заработает, типа, в этом месяце не три миллиона рублей, блядь, а два, ну, поебать. Бедный, несчастный. Не, а слушай, при чём тут отстранение вообще? Ну, типа, каким образом, чем они вообще мыслят в данной ситуации? Я тоже не понимаю, это какой-то бред. Там доводы в духе, что он должен соответствовать статусу капитана команды. Чувак, ну кто не дрочит? Ну, что за бред? Ну, типа, он же не сам это слил, да. Вот именно. Это очевидная ситуация. Если бы там он в видео дрочил и говорил, я люблю Спартак, Зенит, Сасси, там, знаешь, там в каком-нибудь... Да, дрочил, и там, типа, кадр, он там дрочит на этого, блядь, на, я не знаю, на Златана Ибрагимовича, да. Понятно, но... Насколько я знаю, какая-то ещё, вот, вчера была игра, и... В лифаке в зеркало фотки. Блядь, ну и чё рассылать-то, блядь. Какая-то была на матче кричалка, там, что-то, типа, вообще не очень хорошее, там, бедрац или что-то такое. Ну, это всё вообще супернеспределиво. Там, я так понимаю, что уже какое-то, ну, довольно долгое время идёт биф между... Ну, понятно, типа, хейтеры Зенита, естественно, будут сразу рофлить люто. А Спартаков и Зенита, нам всё-то всё про Зюбу тоже говорят. Я что-то такое... То есть Зенитовцы взломали iCloud? Не Зенитовцы, а Спартаковцы. Зюбы из Зениты, по-моему. Зюбы, ну да. Ну, блин, я не знаю, почему так. А сами Зенитовцы, да, свои же, типа. Происходит, я говорю, мне больше всего обидно, что шеймят его. Знаешь, не мудака, кто это украл, выложил, да, там, или, может быть... Надо было, типа, к сиськам, типа, это, к фотке приложить, ну, там, вот этот, как он называется, вотермарку Инстаграма. Алло, алло. Единицу набирай. Сейчас я выйду. Блядь, слушайте, я думаю, просто может приколоться, типа, снять видос прям в стиле Зюбы, именно дрочить, пускать слюни, снять на видео очко, выложить на бусти его и, типа, там, тысяч за пять загоняй, короче. Блядь, Зюба челлендж прям сделать. Приколоться. Ну что, один раз хотя бы это кто вкинется, хуяк, пятак. Даже если сольют потом. Ну ладно. Намеренно слил там из тех, кому он это... Мне очень понравилось, что там кто-то написал комментарий, типа, давайте запустим челлендж, чтобы ему не было неловко под хэштегом, типа, Зюба, мы с тобой тоже выкладываем видосы, как мы дрочим. Кто же это был, блядь, действительно, интересно. Кто же, кто же, блядь, это сделал? Кто же это мог быть? Кто же и именно, ну... И заливать на Порнхаб просто, создать отдельный трет. Было бы круто, типа, публичный. Челлендж в ТикТоке. Ребята, если что, да, кто нас смотрит, если вы готовы поддержать... Слушай... Видео скидывайте в директ. У меня еще есть в директор. В директ просто. Тебе часто шлют? Тебе что-нибудь шлют, да? Да, ну не часто, на самом деле, не часто, но да, конечно, были. Буквально вчера был последний. Последний. Там же еще, типа, открываешь, не знаешь, что нажимаешь, такой... Блядь. Я недавно видел в Твиттере как раз, вот мы сейчас говорили про Твиттер, что кто-то... Только я не помню кто, написал, что, типа, очень неприятно. Мне прислали дикпик, чувак, типа, весь обмотался веревками, включая там все свои половые органы, прицепил прищепки для белья на соски и отфоткал это там, типа, в 20 ракурсах и скинул мне это все без предупреждения. Да, гневление тебе светилось, типа, и... Слушай, это не самое неприятное, мне кажется, потому что тут ты пролистаешься. Я часто захожу на ребят, которые скидывают дикпики, и это счастливые папочки и мужья, и мне очень хочется найти жену и скинуть, типа, твой. А взяла бы такую ответственность на себя? А прикинь, вот ей рассказать? Жестко, да? Ну, прикинь, чисто разваливается семья просто. Ну, просто это очень грустно наблюдать, что вот так. Да, может быть, слушай... Может, жена это пощает. Может, это вообще не очень. Может, да, это раз, два. Может быть, это жена пощает, она такая, скинь ей дикпик, короче, посмотрим, как она отреагирует. Мне не отвечает, может, тебе хоть ответят. Да, может, тебе хоть ответят. А, и, возможно, ну, типа, это, конечно, не очень круто. Да, ребят, музыка и видео 20 срубчинских за минуту. Есть предупреждения, такие вещи присылать. И, возможно, знаешь, ну, я думаю, есть... А предупреждения, осторожно, член, типа, или как? Предупреждаю, сейчас кину дикпик. Алин, 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 привет. Да, как этот, как Нойз, предупреждаю, кину дикпик. В общем, ты что-то не ответила, через 10 секунд тебе прилетит дикпик. И так, знаешь, по одному сообщению, 10, 9. Слушай, меня предупреждают только, типа, когда скидывают что-то и пишут, тут не дикпик, открывай, тут только если так. А там дикпик, да. Наоборот, да. А прикинь, там еще все эти вот предупреждения войсом приходят. Ты открываешь, там колбаса над 10 минут. Ой, я очень люблю голосовые слушать в директе. Иногда такое, типа, мы там выступали на каком-то концерте в Минске, и там просто я прихожу, заемлю... Бля, я наоборот очень не люблю. Я ложусь в гостинице, там включаю, там, типа, Алина, ну мы, короче, взяли две баклажки пива, приезжай, улица такая-то, ну чё. И там я думаю, ну, гарно кто-то, типа... Или, ну, просто, типа, такие, знаешь, голосовые, как будто бы кенты тебе присылают. Ну, да, это круто, когда есть. Очень, да, угарно иногда, иногда. А кружки в Телеграме? Кружки в Телеграме. Ну, сама отправляешь, записываешь? Кому? Ну, вообще, друзья. А, да, да. Нравится? Мне кажется, мы бы с тобой только такая общая. Мы в какой-то момент с Кириллом очень-очень сильно на кружки перешли. Я, причем, когда появились эти функции, это же все еще в WhatsApp было, там не было кружков, там были аудиосообщения, когда люди начали аудиосообщениями обмениваться, меня немного бомбило. Я иногда думаю, нахуя я отправляю кружок, я же, типа, ну, или, типа, я хуево выгляжу, но все равно отправляю не голосовуху, а кружок, типа, и думаю, зачем? Можно же отправить голосовуху, или можно вообще написать там три слова, зачем ты это делаешь? И этот кружок начинается с, знаешь... Кстати, я хотел сказать, ой, блядь, что-то я кружок сегодня выгляжу. Ну, так вот, короче, по крайней мере, у нас с тобой так постоянно. Да, у нас очень часто, и очень часто реально бывают кружочки, когда просто да. Или вообще без слов. Просто во многих... То есть, в принципе, во многих культурах это тоже такой моветон. Это не круто просто отправлять... Вообще, меня писат голосовые в Инстаграме, когда начинается там диалог, и, типа, начинают голосовые, там нельзя поставить X2, и ты просто... И нельзя свернуть, типа, и ты просто, блядь, слушаешь это все в Инстаграме, ты не можешь посидеть... Блядь, ну, я Инстаграм, не знаю, вообще не читаю Директ. У меня там косарь вот подписок собрал. Ну, типа, нет, читать Директ читаю. Я не знаю, я даже... Я, во-первых, впервые узнал, что там есть голосовухи. Естественно, я их там нихуя не буду слушать. То есть, либо телега, либо ВК. Только на ускоренном, только с мобилы. Да иди ты нахуй, блядь! X2 крутая штука вообще. Вот знаешь, вот X2 реально везде не хватает. Я бы и в ТикТоке X2 сделал, и сделал бы в Инстаграме X2. А видео как голосовуха, понял. Иногда хочется посмотреть, что там в конце уже поскорее будет, а, ну, просто сидишь, смотришь, сидишь, смотришь. Надо, чтобы просто программ на это добавили, да, X2 на все? Прикинь, ну, потребительское, да, уже такое, что тебе уже две секунды посмотреть. Что-то Ягер плохо пошел. Ты в ТикТоке просто, если тебя не привлекает реально за одну секунду, ты пролистываешь, проматываешься. Да знаешь, просто уже типа мозги привлекают. X2, X3, да. Я читал статью про чувака, он слепой с рождения, и он начал кодить. Ну, писать какой-то код, по-моему, бэкэнд, типа, да, там, ну, как сайт устроен, все фигня. И знаешь, как он работает? Он работает без монитора, у него компьютер стоит, клавиатура и наушники. И у него типа, по-моему, если я не ошибаюсь, там что-то 400 слов в минуту или около того. У него просто, ему весь код это проговаривает в голову, и он пишет слепую вот это все. А, ему, а-а-а. То есть у него все типа на 8х или около того. Типа, AG, C, 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 OnePlus, OnePlus, 3C. Ну, прям словами, совсем, прям, совсем. То есть и он вот на слух воспринимает все гораздо уже быстрее, ну, потому что у него нет вот этого канала информации, да, со зрением. И вот я думаю, что здесь, ну, не настолько круто, но примерно так же. Мы уже привыкли к этим голосовухам на X2. Я на YouTube, если это интервью, там, или как наш подкаст, там, многие говорят, ой, 2-3 часа, как я буду смотреть, чуваки, ставьте на X2. Ставьте на X2. Я все слушаю на X2. Ну, да, ну, или полтора, может быть. Опять же, зависит от темпа речи. Я вот некоторые подкасты смотрю, там, могу, типа, там, 0,75 добавить. Ой, точнее, 1,25 или, там, 1,50. А некоторые так медленно говорят, что ты ставишь 1,75, и как будто бы нормально, как будто бы... Да, эти нормально, пиздят, быстро. Ну, или я накатил неплохо. Он стал говорить, как нормально. Так вот с аудиокнигами бывает. Я вот аудиокниги слушаю. Аудиокниги для меня вообще я не... Блин, да, грушу бы или яблочко сейчас в натуре. Внимание. Ты много... Яблочко. Много за рулем ездишь? Нет, ну, за рулем я, в основном, за дорогой смотрю. Просто эти... А, это в ПДД, да? Я вот в какой-то момент по рекламе Дудя установил себе Storytel, и, ну, послушал достаточно... Я всего Макса Фрая переслушал. Всем похуй. Так. Все. Мое почтение. Дзюба челлендж, пацаны.